Друзья, всем привет! Небольшое вступление. Тема сегодняшнего видеоролика реконструкция кровли. Реконструкция кровли это у нас ремонт. При ремонтных работах мы применяли очень крутой кровельный материал. Называется он диффузионная мембрана Дельта Альпина от компании Дёркин. С моей точки зрения, это одна из самых крутых диффузионных мембран в мире. Применяется эта мембрана с такими кровельными покрытиями, как натуральная черепица, цемент-песчаная черепица, металлочерепица, то есть кровельная покрытия, которая не является стопроцентным гидроизолятором, так как у нас получилось на одной из мансардных крыш. Там кровельное покрытие цемент-песчаная черепица от компании БРАС. Есть сложное место. В одном месте там мансардное окно Яндова и Парапет. Когда наступает какая-то снежная зима, там много снега, в Яндове собирается снег, этот снег выдавливается и попадает под кровельное пространство между цемент-песчаной черепицей и гидроизоляцией. Когда наступает, вот теперь этот снег, тает-замерзает, тает-замерзает, превращается в лед. И вот этот лед продавливает гидроизоляцию, то есть попадает в утеплитель и попадает на мансардный этаж. То есть кровля по факту протекает. И тут есть два варианта. Либо менять кровельное покрытие, например, менять его на фальцевую кровлю, либо гибкую черепицу, то есть где у нас нет никаких каких-то профильных мест, через которые может что-то попадать. Либо использовать вот такую гидроизоляционную пленку, которую используем мы. Кто хочет подробно узнать про эту гидроизоляционную пленку, значит, с компании дёркин мы снимали видеоролик у них в офисе, и там технический специалист компании Дельта Игорь Балабанов подробно про нее рассказывает. Он рассказывает еще по поводу классов гидроизоляционных пленок. Вот он рассказывает, что вот эта пленка относится к первому классу. Короче, кто хочет подробно про эту гидроизоляционную пленку узнать, ссылка на этот ролик будет в описании. В этом ролике вы увидите, как и где конкретно применяется вот эта гидроизоляционная пленка без супер каких-то технических, теоретических частей. То есть теоретическая часть есть в отдельном материале. Здесь больше практика. Тут показано именно, грубо говоря, где конкретно этот материал должен применяться и в каких случаях в идеале применять такую пленку. Небольшое вступление в двух словах. Приятного просмотра, друзья! Снова работа, снова реконструкция. Мы находимся на кровле одного из таунхаусов в Подмосковье. Здесь цементно-песчаная черепица, которая, как мы знаем, не является полностью гидроизоляционным материалом и способна при некоторых условиях протекать. На этом объекте это, конечно же, привело к протечкам. И сейчас заказчик вынужден делать ремонт этой кровли. Одно из самых сложных и слабых мест этого объекта была, конечно же, Яндова, рядом с которой есть примыкания, парапеты, окна мансардные, есть трубы, расположенные поперек ската. Словом, объект сложный. И по-хорошему его проектировать нужно было как-нибудь по-другому, попроще, чтобы снизить вероятность ошибок и протечек в будущем. Как и водится, при массовой застройке здесь применялись материалы, скажем так, среднего качества, которые на длительной дистанции не смогли выдержать тех нагрузок, которые были на них возложены. В Яндовах эти материалы, а я сейчас говорю про трехслойную пленку, так скажем, среднего качества, начали протекать. Снег попадал под черепицу, накапливался внутри. Были так называемые снежные мешки. Он продавливал, когда таял, превращался в лед, размораживался, замораживался и так далее. В эти моменты он продавливал пленку, и ничто не вечно, в какой-то момент она начала протекать. Для того, чтобы теперь гарантированно, переделав эту кровлю, она не протекала, строителями было принято решение сделать подкровельную изоляцию по первому классу. Подкровельная изоляция по первому классу включает в себя три аспекта. Первый – это то, что ее необходимо делать именно по сплошному основанию, потому что уплотнять места стыков, склеек или сварок возможно, надежно, возможно, только по сплошному основанию. Это первое. Второе – здесь не применяются никаких клеев или лент, можно только пользоваться сваркой холодной или горячей, там это дело десятое. И третий момент, что контрабрешетка должна быть интегрирована в покрытие гидроизоляционное. Как это будет выглядеть, мы покажем на примере этого объекта. Будет использована так называемая пленка дельта-альпина. Это полиуретановый материал, который можно паять горячим воздухом или специальным растворителем, так называемая холодная химическая сварка. Кровельное покрытие, не герметичное, это значит, что могут быть протечки через само кровельное покрытие. И представим себе ситуацию. Вот в этом треугольничке, так называемая разжелобовка сзади трубы, вроде как все правильно, но гидроизоляционный слой, финишная, та самая ответственная гидроизоляция, которая здесь есть, она выполнена по нижней части, а не по скатной. К чему это приводит? Все, что протекает через кровлю или задувает под конек вместо стыков, там не суть, не важно, оно течет по скату и упирается просто в стену. Даже если здесь будет, хотя здесь материал не приклеен, как вы видите, это видно на видео, здесь материал даже не приклеен. Ну то, что я и говорю, массовая застройка, классические ошибки. Так вот, даже если бы он был здесь приклеен, здесь все равно бы по стене текла вода в дом. Что, собственно, и происходит. При ремонте, в данном случае сейчас, гидроизоляционный слой будет уложен по скату, то есть вода вся будет уводиться в сторону за пределы трубы и вниз на скат. Таким образом, никакой протечки уже быть не может просто. Я сейчас нахожусь в месте Яндовы. Ребята уже смонтировали контрбрус в зоне Яндовы. Как мы видим, он монтируется до монтажа самого гидроизоляционного покрытия. Для того, чтобы гидроизоляция, в нашем случае Дельта Альпина, могла обойти эту обрешетку, создав таким образом желобки, наподобие как над окном. И любой конденсат, вода, осадки, попадающие под крыльное пространство, будет просто упираться в этот желобок и уходить таким образом на карниз. В этой зоне у нас остается место для беспрепятственного движения воды вниз и движения воздуха в подкрыльном пространстве. Ребята специально не доводят планки до стены, для того, чтобы и конденсат мог спокойно уходить, и вентиляция сохранялась. Это очень также важные детали, которые никогда нельзя упускать из виду. Одно из преимуществ работы по сплошному настилу в том, что строитель может спокойно передвигаться по всей поверхности, а не просто стоять, так сказать, в расколячку на стропильных досках. Укладывать материал одно удовольствие. Легче работа, меньше ошибок. На материале есть штрих-пунктирная полоса. И когда мы временное крепление осуществляем с помощью скобы, мы его крепим выше этой полосы. Это дает нам то, что при монтаже верхнего рулона временное крепление будет скрыто. Максимально надежно, никакие скобы не должны быть не заклеены, не запаяны сверху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, мы закончили небольшой участок кровли. Мембрана между собой спаивается с помощью специального растворителя, который называется Delta QSM. Контробрешетка впаивается в само покрытие гидроизоляционное. Таким образом, нет никаких склеенных мест, есть только сварка. Торец доски защищен, вензазор есть. Сверху будет устанавливаться шаговая обрешетка, которая будет крепежом дырявить наш гидроизоляционный слой. Но отверстие это будет находиться в верхней зоне, и соответственно здесь уже вода не стоит, не течет. У нас весь нижний слой, грубо говоря, как такая ванночка, без склеенных стыков, и любая вода будет стекать в самый низ, максимально надежное, долговечное решение. Контробрешетка в зоне индовы у нас осталась непосредственно под ковром. Мы даже ее не паяли, мы просто обернули эти рейки гидроизоляционным слоем. Внизу мы спаяли ее с первым рядом рулонной гидроизоляции и сделали вот эти вот самые трудные места перехода с индовы на скат. Да, у нас здесь появились такие, можно сказать, не очень красивые складочки, но зато у нас нигде не прерывается гидроизоляционный слой, он идет цельным. А это самое главное с точки зрения безопасности. Никаких протечек не может быть, потому что у нас здесь нет никакой перфорации. Можно было бы сделать красивее, но опаснее, то есть появились бы склейки, спайки, и это было бы уже не так хорошо. Пусть лучше будет небольшая складка, но зато будет надежно.